Уютный 109-й кабинет на кафедре эстрадно-джазового искусства музыкального факультета раскрыл свои двери для участников музыкального круга на мастер-класс Сергея Пенкина. Что вы можете делать? Кто смелый? У мастера не было определенной темы для выступления. Он хотел взаимодействовать с аудиторией, поэтому он с удовольствием отвечал на вопросы зрителей, проводил уроки вокала со всеми желающими. Сейчас я хочу, во-первых, учащимся, кто будет поступать или уже кто учится, дать наставление, чтобы как изучать вообще, как петь, что нужно слушать, какую музыку. И в общем, все это в таком ключе. Хорошо показали, молодцы. Я стараюсь все-таки преподавать, как меня учили в СССР. То есть более советское образование. Это дикция, это правильное дыхание, это звукоизвлечение, выражение и все остальное, все, что с этим связано. Потому что то, что сейчас происходит на эстраде, это как бы... Целый час пойдет. Надо дыхание взять быстро, как испуг. Мне было интересно, но мне страшно, потому что все новое, оно всегда страшное, но самое главное, интересное. И, наверное, я бы сказала, что мастер указал мне на те же самые ошибки, на которые мне указывает каждый раз педагог, и я буду пытаться над этим все-таки еще больше и усерднее работать. И, наверное, я еще заметила то, что все-таки действительно, когда меняется обстановка, меняется число людей, которые тебя слушают, окружают. Это такое новое психологическое препятствие, и приходится его опять преодолевать. Ну, я покажу, как бы... Буду из зала брать студентов, рассказывать им, и что-то, конечно, покажу своих учеников. Так и здесь. Как только вы закрываете горло, вы сразу... Но-но-но-но-но-но-но... И вот этот воздух не идет к вам, и вы прикрываете... Было очень интересно. Узнала много нового о своем диапазоне. Узнала, как работать со своим диапазоном. Поработали мы над диафрагмой и над тем, чтобы не зажимать связки. Также представила зрителям своих итальянских друзей Роберту и Дмитрия, которые рассказали о вокальных школах в Италии. Ну и, конечно, не обошлось без фокусов и песен, ведь музыканту нужно уметь все. Стоит напомнить, что арт-фестиваль подходит к завершению, и совсем скоро состоится финал музыкального круга и танц-удара, где мы узнаем имена самых лучших.